Такого теплого покрова не помнят даже старожилы Павловки. Вместо первого снега и осеннего промозглого ветра синоптики пообещали до плюс 21 градуса. Поэтому и встречать Владыку Филарета, настоятель Покровской церкви Протерея Андрей Филькин и глава администрации Павловского района Александр Тузов вышли немного раньше, дабы насладиться последними теплыми деньками 2020 года. С момента своего рукоположения в санепископа Владыка Филарет уже в восьмой раз совершает торжественную Покровскую литургию в стенах Павловского храма. В основу праздника положено предание о явлении Андрею, Христа ради Еродиуму, Божьей Матери во Влахерском храме Константинополя. Это событие было в начале 10 века. У врат города стояли враги иноверцы. Падение христиан было неизбежно. Божья Матерь пришла царскими вратами в сопровождении Иоанна Претечи и Иоанна Богослова. Она сняла с себя плато-комофор и укрыла им молящихся, тем самым спасая их от лютой смерти. И в честь этого события 14 октября во всех православных храмах сугубо молится Царица Небесной. В своем архипастерском слове Владыка еще раз поздравил Павловчан с их престольным праздником. И напомнил, насколько важно то, что у нас, у людей, есть такая небесная заступница, как Богородица. Матерь Божья более всего и быстрее всего откликается на все наши прошения. Поэтому пусть свой праздник будет. Матерь Божья покрыть нас святым твоим аммофором. Дай Бог вам здоровья, чтобы у вас были силы дальше наставлять нас на путь истинный, чтобы молились за нас, чтобы нам всем быть под покровом Божьей Матери и под вашим святительским аммофором. Просим ваших молитвий. Спасибо Господи. По окончании литургии при освященной Филарет и благочиной 4 округа Барышской епархии Протерей Андрей Филькин посетили восстанавливаемый Воскресенский собор. На данный момент она не только самая масштабная, но и самая быстрая стройка на территории Барышской епархии. Кодом работ Владыка Филарет остался доволен. Дмитрий Егорин, видеостудия Барышской епархии, специально для Унправда ТВ.